Светлогорск город хоть и молодый, но уже развитый промысловостью. Причем такие предприятия, как Светлогорск-химволокно и целлюлозно-кордонный кабинет, я думаю, далеко за межами Беларуси, в ближайший час этот список пополнить еще одна вытворчасть. Завод сульфатной белой целлюлозы бодает самый масштабный инвестпроект, который зараз реализуется в Гомельской области. Его кошт оценивается около 900 миллионов долларов. Развлековый термин окупности – около 10-х годов. У 2012-м Светлогорск-химволокно-кордонный кабинет заключил контракт с китайской корпорацией инженерных «Самсе». Минавитая корпорация, дареча, займается будовництвом Беларусско-Китайского индустриального парку у Минской области. Сгодно с умовами погоднения, объект партнеры повинны сдать под ключ. Керовник проекта ГОДСЗ обицае, гэта буде саправды сучасная вытворчасть, побудованная высокопрофессийными специалистами. Наши технологии самые современные в данный момент по всему миру. Но аналогический завод тоже существует в Китае. У период наибольшей массовой будовли на Светлогорском заводе сульфатной и бельяной целлюрозой прорцевали до 2000 китайских специалистов. Зараз их койкость значительно скоротилась. По отсутствии застались все основным отделочные работы и доброупорядкование территории. Усё, продовольженное проектом обсталивания, так само завезено и измонтировано. Зараз начинаются пусконаладочные работы. До речи, весь вытворчий цикл максимально автоматизованный. Колькость просующих изведена до минимума. Поставщик технологического оборудования и технологий является австрийский концерн «Андриц». Если говорить про эту компанию, то эта компания является мировым лидером в области поставки оборудования и технологий. И на сегодняшний день можно сказать, что это самое лучшее, самое современное оборудование. Новый завод повинен кардинальным чином изменить ситуацию у папировой промысловости Беларуси и принести к краине додатковую валюту. Сегодня вся белинная целлюроза для айчинных вытворцев набывается за межами краины. С пуском завода ситуация изменится к арендным чинам. А прочая того, значная частка вырубляемой тут продукции будет поставляться на экспорт, терять приоритетов рынки Евросоюза, близкого у Сходу и Китая. «Из 300 тысяч, где-то 160-170 будет производиться для внутреннего потребления, чтобы обеспечить свои фабрики все. Ну а примерно 230-240 пойдет на экспорт. То есть мы убиваем сразу как бы двух зайцев. Во-первых, решаем проблему импортозамещения. Сегодня мы покупаем все это по импорту. И кроме того, так сказать, мы решаем проблему экспорта, причем солидного экспорта». Алексин Тюров, Евгений Макеенко, телерадиокомпания «Гомель», Светлогорский район.